Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Руки направим по направлению к земле. Великая Мать Земля, пожалуйста, почисти нас, впитай все, что нам мешает, всю тяжесть, все ненужные мысли. Мантра Шри Адид Хумидей. Мантра Шри Адид Хумидей. Левая рука откроем, правая направлена к земле. Мы перенесем внимание на левый канал. Мать, пожалуйста, сбалансируй наш левый канал. Забалансируй наши эмоции. Три раза про себя звук «Са». Мантра Шри Махакали Бхайрава. Мантра Шри Махакали Бхайрава. Мантра Шри Махакали Бхайрава. Еще раз пропоем звук «Са». Откроем ладони. кропаем звук ом внимание перенесем на первом на первый центр про себя исполним мантру шри ганеша еще два раза эту же мантру шри ганеша пропадем звук ом левую руку положено правое сердце мать только ты даешь нам истинное чувство ответственности мантра шри сита рама правую руку откроем, правую руку положим на левое сердце мать я чистый дух я есть шива мантра шри шива парвати правую руку принесем на угол шеи плеча слева внимание в сахасрару мать я ни в чем не виновен поскольку я дух я ни в чем не виновен шри бешну майя правую руку положим на левое сердце мантра шри бешне мантра шри бешне мантра шри бешне мантра шри бешне на лоб мать я прощаю всех и каждого и себя прощаю мантра шри бешне мантра шри бешне мантра шри бешне мантра шри бешне пропоем звук он правую руку положим на затылок мантра шри бешне мантра шри бешне все ошибки мои и все кто причиняет причинял или будет причинять какой-то вред немного подхлопаем по затылку откроем ладони пропоем звук он мантра шри бешне посмотрим отрывок из пуджи мантра шри бешне сегодня мы собрались здесь для того чтобы провести пуджу гуру эта система берет свое начало с давних времен в Индии я думаю даже с времен Патанджали возможно годом раньше когда они были великими искателями а их гуру сидели в джунглях и им обычно нужно было получить разрешение чтобы попасть туда а затем лишь они могли получить свою реализацию считанные единицы из них один или два так что у нас было много риши и были в древние времена в Индии также одной из причин установления этой системы гуру было то что в Индии нет организованной религии нет пап нет священников ничего подобного этому у них есть священники только лишь для проведения поклонений в храмах но для получения реализации для беседы о высшей жизни они все должны были идти к очень великим реализованным душам и это являлось абсолютной прерогативой этого гуру кого принять а кого нет и все проходили полнейшие испытания под руководством гуру в плане того способны ли они достичь самореализации или нет и это испытание было столь тяжелым столь трудным а также доходящим до жестокости что лишь очень немногие могли пройти через это испытание это не так как в сахаджа йоге что все сахаджа йоги нет не так это конечно оставляло очень маленькую возможность для людей в получении ими их реализации и эти гуру никогда не покидали своего места они называли его такья они пребывали на своем собственном месте все те кто хотели прийти к нему могли прийти но только лишь если он разрешал это их встреча могла состояться вы могли пройти для этого мини и им не имело значения ни в коей мере он не считал себя должным принять вас возможно они не испытывали той любви и сострадания искателям они не понимали что эти искатели пылко ищут истину и они не должны страдать возможно в этом состояла причина того что они не проявляли к ним большой заботы все время они испытывали своих учеников рамадас даже рамадас который был гуру шиваджи испытывал даже его так много раз хотя тот был рожден реализованный поэтому чтобы получить это гурупада чтобы занять положение гуру после этого им надлежало очень-очень напряженно трудиться чтобы достичь состояния готово но в сахаджа йоге это не так как вы знаете я просто думала если люди получат свою реализацию если они сами увидят что не так с ними они будут интроспектировать себя и стараться исправлять себя и это справедливо в отношении многих многих людей но некоторые из них все еще плетутся позади и продолжают и продолжают и продолжают думать что они сахаджа йоги они достигли многого они что-то весьма особенное так что это заблуждение все время создает проблему эта иллюзия делает их очень недалекими эгоистичными эгоцентричными и люди не могут поверить в то что они сахаджа йоги поэтому наипервейшее что нам нужно знать это то что эта сахаджа йога стала успешной потому что парам чайтанья излучает сострадание она никогда не делала этого ранее у нее никогда не было такого рода отношения которые есть сейчас потому что я мать и это сострадание сработало так что вы все получили свою реализацию вы достигли состояния которое мы можем назвать как самореализованные души но все же из-за того что вы получили это так легко дешево я думаю что все еще мы не понимаем что же мы получили все еще мы не практикуем медитацию интроспекцию и преданность некоторые очень сильно занимаются этим но большей частью мы просто жили с мыслью что мы уже достигли этого поэтому первое это мы должны интроспектировать то сколь мы озабочены в отношении самих себя думаем ли мы все время что мы страдаем у нас это проблема та проблема и это должно быть сделано то должно быть сделано если ваше внимание на этом что все время вы беспокоитесь о себе тогда вы не сможете пробить вы не сможете пробиться через эту скорлупу в вашей сущности над которой доминирует ваша ментальная эгоцентричность или же эгоистичность даже эгоцентричность совершенно против вашего роста есть много людей которые приезжают даже в Кабелу я видела и я знаю что им нужно сильно страдать потому что они думают что это очень открытое место где же им жить и они должны произвести все необходимые подготовительные работы чтобы обеспечить себе удобство таким людям все еще надлежит расти и расти для святого любое место должно быть расти вы должно быть видели как я наслаждаюсь всем я могу жить где угодно я могу спать где угодно у меня нет никаких требований но если вы беспокоитесь о своем теле об удобствах вашего тела его бедах тогда вы все еще находитесь на уровне вашего тела который вы должны превзойти если вы беспокоитесь о том как вы выглядите как вы одеты какого рода вещи вы должны носить все это делает вас с еще не достаточно хорошим сахаджа йогом это один стиль сахаджа йогов которые все еще хотят очень больших удобств так что же вам делать если вы привыкли к удобствам тогда попробуйте уходить из дома и спать на улице я не буду этого делать но вы можете это делать или спать на дереве вы можете свалиться с него не имеет значения делайте всевозможные необходимые вещи чтобы наказать ваше тело чтобы осознать что вы не связаны этими удобствами вашего тела это одна из величайших вещей которую вы должны видеть что вы не связаны вашим телом хорошо если у вас есть удобства отлично если их нет просто замечательно для сахаджа йога очень важно чтобы он был способен жить как святой нет необходимости чтобы вы становились саньяси но изнутри ваше тело должно быть таковым чтобы вы могли доминировать над своим телом как это вы не можете спать где угодно почему вы не можете спать где угодно затем так же они хотят иметь очень удобные ванны комнаты и это и то все эти идеи имеют место из-за того что вы очень озабочены своим существованием но нет сверхсознания вы хотите иметь все первого класса и если кто-то попытается вмешиваться в такого рода вещи вам это не понравится я могу понять очень старого человека которому нелегко управляться с вещами он должен иметь определенное количество удобств для своего тела но даже молодые люди сейчас очень сильно ориентированы на удобство это не для сахаджа йоги конечно я видела что люди на западе живут лучше в этом отношении потому что когда они приезжают в Индию они говорят мне что им больше нравится чтобы их возили на государственных автобусах чем на комфортабельных я спросила почему потому что мать можно хорошенько прыгать в этом автобусе вместе со всем багажом потому что их окна открыты и вы можете отдышать они очень естественные и очень хорошие они хотели передвигаться и на теле запряженных быками так же я хочу сказать что они наслаждаются всем этим фактически если вы видели и замечали что в западном мире большей части люди больше стремлятся к сельской жизни они больше наслаждаются деревенским образом жизни чем этой так называемой комфортабельной искусственной жизни не в столь большой степени индийцы а также я бы сказал малазийцы я думаю больше всего людей с которыми я встречалась в странах запада действительно великие люди потому что они могут спать где угодно они могут есть что угодно вы спросите их как вам понравилась эта пища а что мы ели я не знаю мать вот признак вот признак человека который не беспокоится о том что он ест что он получает какой вкус этого мне нравится это мне нравится то эти слова уходят это не трудно это не трудно вы можете думать что я прошу вас сделать что-то рискованное понимаете это вовсе не трудно потому что если вам необходимо произвести впечатление на окружающих вас людей вы должны быть подобны святому а если вы суетливый человек слишком волнуетесь из-за пустяков тогда вы не можете произвести впечатление на других тем что у вас есть самореализация многие говорят мне мать людям нужно было так много делать уходить в Гималайю делать это делать то а затем они получали свою реализацию как эти люди получили ваши благословения даже некоторые великие святые задавали мне этот вопрос какое право у них получить эту реализацию почему вы дали им реализацию чего они достигли я ответила только лишь их желание их желание было столь большим что они должны получить свою реализацию и вот как они получили ее но сейчас предаваться только лишь одному желанию недостаточно вы должны зависеть от вашего духа и в свете вашего духа вы должны видеть что не так с вами это очень важная вещь задайте вопрос себе самому почему я хочу этого зачем мне нужно это какова цель потому что как вы видели весь остальной мир это сумасшедшие мы называем их сумасшедшими потому что они гоняются за глупыми вещами они хотят вещей не имеющих значения для духовности поэтому духовность сама по себе должна быть удовлетворенной сама собой если вы надеяны духовностью тогда вы удовлетворены сами собой и это самоудовлетворение внутри вас приведет вас к этому океану радости о котором я рассказывал о вам и который описывали все рукописи будучи сахаджа йогами мы используем слово нирананда нирананда означает состояние радости при котором не нужно ничего больше радость сама по себе есть радость вы наслаждаетесь только лишь радостью ничего больше не нужно чтобы сделать вас счастливыми вы счастливы благодаря этой радости которая у вас есть в состоянии нирананда если вы поедете и посмотрите как эти святые жили вы удивитесь как они справлялись со своей жизнью вы будете очень удивлены сколь много дней они должны были поститься не принимая никакой пищи это никогда не волновало их они никогда не думали что это пост они просто думали у нас нет пищи ну и что? нет и нет конечно вам не нужно проходить через это у вас есть ваша реализация так что сейчас у вас есть сила чтобы достичь этого мастерства сейчас у вас есть эта сила другое что я замечала в отношении сахаджа йогов некоторых из них это то что они имеют зуб на других сахаджа йога это благословение любви благословение сострадания в ней нет места никакого рода ненависти или какой-либо мести или гневу среди сахаджа йогов если же у вас есть это то вы должны победить это это хорошая возможность если вы встречаете кого-то очень раздражительного очень гневного типа подружитесь с этим человеком просто посмотрите можете ли вы поладить с этим человеком или нет если есть волнующийся и суетящийся из-за пустяков человек также подружитесь с ним и убедитесь что вы достигли того мира который будет поддерживать вас выше всякой ненависти всевозможной раздражительности что является очень плохим но некоторые сахаджа йоги теряют спокойствие очень быстро я бы сказала что они не могут быть сахаджа йогами потому что если у вас нет никакого контроля над своим гневом тогда как вы можете быть наделены силой сострадания и любви но вам не нужно даже контролировать его он идет сам по себе как только вы имеете его это состояние тогда вы просто смотрите и наблюдаете старину святые большей частью были обычно весьма гневного типа людьми они не могли выносить глупости этого мира и они обычно были очень-очень гневного типа и они обычно убегали прочь от людей я знаю одного святого Митянан Слами который постоянно жил на дереве а если кто-то попытался приблизиться к нему он бросал камни в такого человека он не мог вынести людей которые были возбуждены и подходили к нему но вам не нужно это у вас есть способ достижения любви и нежности людей которые кажутся очень-очень беспокойными и недовольными или же некоторых людей которые очень агрессивны это не сложная задача если вы попробуете зайти немножечко с другой стороны большей частью люди встречаясь с очень раздражительным человеком убегают от него они не хотят не иметь никаких дел с теми же кто не раздражителен у кого добродушный характер вы всегда можете быть дружелюбными что здесь великого что здесь хорошего что здесь столь приятного но как вы говорите с человеком как вы разговариваете с человеком как вы управляетесь этим человеком ваша любовь определенно разлегчит его потому что он сахаджа йог я не говорю не о сахаджа йогах а о сахаджа йогах как таковы вы должны быть исключительно сострадательными и нежными и любящими другое что нам исключительно важно знать это то что мы получили эту реализацию благодаря любви матери только лишь мое сострадание действовало только лишь сила материнского сострадания могла сделать это теперь даже если эта любовь течет на камни или на горы или на что угодно что является очень твердым ответные волны возвращаются назад они должны возвращаться назад точно так же вы сейчас те у кого есть реализация должны знать что сострадание и любовь это единственная сила которая у вас есть ничего больше если вы любите себя заботитесь о себе заботитесь о своей семье и заботитесь о своих детях тогда вы не многого достигли вы только лишь беспокоитесь о себе потому что это ваша ограниченная область по которой вы перемещаетесь но если вы сможете пробить ее и найти места где вы можете выразить свою любовь вы можете это сделать как говорят вода находит свой собственный уровень точно так же это сострадание должно течь во все места во все канавы повсюду и должно находить свой собственный уровень но если вы просто удовлетворены сами собой а остальное вас не волнует вы просто стараетесь верить что вы великая душа потому что вы сахаджайо тогда я должна сказать что вы делаете досадную ошибку в этой жизни вы можете достичь этого состояния в этой жизни вы можете прийти к этому состоянию сами третье что беспокоится хаджайогов это мы хотим божественной реализации это смешит меня понимаете она уже есть она уже существует как только вы попадете в море говорите мать мы хотим достичь дна этого моря вы всегда можете направиться туда просто погружайтесь в него и вы будете там точно так же как только вы выработаете такого рода самореализацию и прыгнете в океан этого сострадания тогда не будет необходимости достигать чего бы то ни было чувство достижения я должен быть этим я должен быть тем все оно исходит из ваших человеческих навязчивых людей сейчас же вы божественные люди так что вы не должны думать я должен достичь этого состояния я должен достичь того состояния но просто продолжайте двигаться просто продолжайте освобождаться от всех тяжестей которые имеются в ваших головах и это получится вот о чем я говорила вам что вы должны раствориться в сострадании также есть еще некоторые люди которые хотят быть впереди особенно идицы всегда сидят все вместе впереди я видела что у них есть эта склонность у них нет права у них нет права сидеть впереди или подыскивать себе место они должны садиться там где имеется место удовлетворение сидите ли вы впереди или же в том углу даже в темноте вы можете одинаково получать мои вибрации вы можете получать все поэтому быть заметным сидеть в таком месте где вы на виду нет необходимости что из этой заметности что вы от нее получаете затеряться в толпе потеряться в этом океане любви это главное все это миф что мы так или иначе должны получить места перед как на маратхи что означает мне удалось занять место впереди передний будет задний а задний будет передний это очень удивительно как все еще люди стараются достичь чего-то столь бессмысленного так где же ваш ум где ваше внимание о чем вы думаете если вы безмыслены вы будете удовлетворены вы будете счастливы вы не будете ничего просить вы не будете хотеть ничего зачем вам иметь это что в этом такого важного все эти мысли приходят из-за невежества должна я сказать из-за невежества однажды этот Хари Рама Харе Кришна человек пришел ко мне и он сказал что мы слышали что вы великий святой и это и то и у вас есть все удобства жизни у вас здесь есть все очень хорошее и это и то как же вы можете быть святой я спросил а каким образом вы стали святым я отказался от своей семьи я отказался от своих машин я отказался от своего дома я отказался от своих детей я сказал вы отказались еще от одной вещи он спросил от чего от ваших мозгов на что он спросил но как вы можете говорить что мы отказывались от своих мозгов я ответила это очень просто я не отказалась ни от чего потому что я не держусь ни за что зачем отказываться от чего то если вы не держитесь ни за что я бы сказала если в этом доме или на моем теле где угодно вы думаете что найдете что угодно равные частички пыли Шри Кришне вы можете забрать это но оно должно быть равно они стали оглядываться по сторонам я спросил от чего же вы отказались просто от камней от чего вы отказались почему вас отказались? мать и богиня мать и богиня пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля Мать-багиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля Женщина Материя Женщина Материя Женщина Материя Женщина Материя Женщина Материя Женщина Материя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!